здравствуйте уважаемые соотечники сегодня я хочу посвятить значительной части эфира именно поведению тенге относительно доллара и возможно других даже валют типа евро ну и на самом деле наши люди не очень полной мере понимают как складывается стоимость тенге и поэтому ориентируется на различные слухи на заверение национального банка у кого-то еще может каких-то экспертов и понятно что с учетом того что в нашей стране никогда не говорится правда и не президентом который все время рассказывает о неких 20 тысяч террористов не другими какими-то официальными лицами и связи с тем что эксперты находящих казахстане если будут говорить правду и таким образом как бы по сути дела подрывать с точки зрения власти стоимость тенге то они конечно подвергнутся какому-то давлению или репрессиям и понятно что связи с тем что основная часть населения очень далеки от экономики они находятся в состоянии паники живут по слухам и так далее и я этот пробел хочу восполнить и пояснить каким образом формируется курс тенге относительно валюты чтобы вы шаг за шагом получили экономическое образование на самом деле несложное и нынешние средства коммуникации позволяют мои слова проверить просто воспользоваться гуглом зайти посмотреть объем золотовалютных резервов у национального банка так называемом национальном фонде консолидированный увидеть объем сделок в долларах сша ежедневной чтобы приблизительно уже на основе этих данных просто сформировать свое отношение тем экономическим процессом которые происходят в нашей стране все очень просто на самом деле но эта работа на самом деле и национального банка министра финансов министр министров экономики премьер-министр в конце концов но просто нету работу не делает я попытаюсь это пояснить и так все последние несколько недель я провел серии эфиров и пояснял что тенге будет обваливается и на самом деле так и происходило вот только последние недели буквально даже меньше может быть даже несколько дней тенге начал укрепляться и в этой связи многие меня обвиняют что я не дал правильный прогноз и что они якобы несут убытки вот и по моему надо сейчас не ориентироваться на то что я просто сказал что упадет курс или поднимется я думаю пришло время вам получить какой-то минимальное экономическое образование и так вы должны знать что вообще правильно и национальный банк это декларирует что таким образом формируется курс якобы некий плавающий курс валюты и цена тенге формируется на основе спроса и предложения что это значит это значит что владельцы валюты выставляет на торги какое-то количество валюты есть потребители это компании которые через банки пишут заявки о том что сколько им нужно валюты купить этот курс тенге которые они по которым они готовы купить эту валюту и вот собственно баланс кто-то предлагает купить валюту а кто-то хочет купить и вот зависимости от количества спроса по какой цене формируется реальная рыночная цена курса тенге относительно доллара ну для того чтобы вы поняли что я сейчас сказал я хочу привести бытовой пример допустим вы идете на базар и одинаковую обувь ну продает 10 продавцов и вы на базаре можете торговаться подходить допустим кто-то называл стоимость вы смотрите у всех соседей какая цена и если кто-то из них вам результате ваших торговых отношений переговоров проняет курс и обувь вам достается дешевле то есть тогда вот это именно цена является рыночной ценой именно кто-то вам предложил купить вы предложили купить по другой цене с торговались и вот называется вот формирует таким образом цена на эту обувь и тогда все другие покупатели говорят а он же купил по этой цене продает и эту обувь и таким образом формируется на основе предложения и вашего спроса многочисленного реальная рыночная цена на эту обувь более того продавец может даже продать эту обувь в себе в убыток потому что ну покупателя нет он поставил какую-то цену нет покупать еще ниже еще ниже и он не может висеть долго с этим товаром и начинает продавать даже ниже той цены которую он приобрел вот так же и формируется цена на тенге или деньги долларов значит кто-то продает валюту покупатель говорит нет это дорого и если эту валюту никто не покупает по этой цене она постепенно начинает падать и когда фиксируется момент покупки кем-то кто-то купил все-таки договорился вот тот самый называется рыночный курс так называемый плавающий валютный курс но в жизни на самом деле национальный банк хотя это заявляет что якобы плавающий курс и якобы они не вмешиваются в торги только сглаживают вот пике в реальность такова что именно национальный банк вмешивается в рыночное формирование цены тенге доллара как он вмешивается он просто предлагает большее количество долларов если например спрос на 200 миллион долларов а продавцов всего лишь на 10 миллионов долларов то есть дефицит 190 понятно что начинается конкуренция и цена уходит вверх мало и предложение больше желающих купить цена резко уходит вверх и чтобы такого не было чтобы тенге не обвалился национальный банк из своих валютных резервов начинает восполнять этот дефицит на самом деле в рынке так это не работает сглаживание это не сглаживание это фактически подмена рынка это к чему приводит приводит тому что национальный банк который сейчас приблизительно имеет 33 миллиарда долларов резервов он начинает терять их резервы только за один день допустим неделю назад национальный банк таким образом сжег 200 миллион долларов пять дней прошло за пять дней раз и миллиард долларов нет и за четыре недели он сжигает 4 миллиарда долларов это все вот вот так грубо я поясняю конечно же все в реальности сложнее ну и во первых вы спрашиваете у меня а сколько национальный банк может сжигать эти резервы надо иметь ввиду что национальный банк значительную часть своих резервов держит в золоте поэтому грубо из 33 отнимаете половину я сейчас последние данные не смотрел но обычно они последнее время наращивали долю золота своих резервов то есть золото невозможно торговать раз осталось половина теперь половина этих валюты часть они инвестируют в ценные бумаги обычно в американские какие-то аппликации или акции каких-то известных компаний и поэтому они в наличной форме но могут держать приблизительно несколько миллиардов долларов чтобы его сглаживать и проводить интервенции то есть в реальности если национальный банк будет проводить два три месяца вот такого рода операции сжигать свои резервы то есть фактически наступит момент когда наличных долларов у национального банка не будет и тенге опять обвалится в общем одним словом вот такую политику чтобы каждый день национальный банк сжигал свою валюту он не сможет проводить ну более двух трех месяцев три масс макс три месяца это даже я бы сказал фантастика ну в реальности месяц полтора вот такая вот ситуация теперь смотрите что на самом деле сейчас происходит вы помните 16 марта такая выступил заявлением о неких реформах которые он намеревается провести все его реформы на самом деле уложились в изменении буквально формирование точнее новых областей абайска это в семей джисказгане улутаус к область и алматинскую область он поделил называл там же тисуйска и так далее и копчега и следующий областной центр и переименовать назвать город кунай вот собственно все его реформы но обратите внимание на этом выступлении такая сказал следующую фразу что национальную банку необходимо проводить взвешенную политику по тенге и необходимо чтобы ряд государственной компании продавали свою валюту чтобы бизнес тоже проявил инициативу я вам смысл просто говорю что это значит это значит следующее что резервы национального банка так быстро стали сжигаться и это на поверхности и понятно что рейтинговое агентство когда видят что резервы национального банка стремительно сжигается это может повлиять на то что фактически понизит рейтинги страны а если понизит рейтинги страны это очень серьезные на самом деле будет последствия и по привлечению внешних заимствований по их цене по страхованию рисков на казахстан то есть там очень много таких последовательных негативных действий будет сторону казахстана поэтому конечно же была идея национальный банк чтобы не терял прямо по статической отчетности своей резервы что сделала правительство казахстана все это было сделано в ручном режиме и вы должны понимать что чистого рынка когда мы говорим о построении демократического рыночного государства об этом нет не может быть и никакой речи для этого я просто хотел бы вам привести пример россии чтобы вы понимали что это значит это следующее что когда россию обложили санкциями и были арестованы резервы за рубежом американцами и другими странами европейского сообщества это привело к тому что центральный банк потерял возможность поддерживать курс российского рубля там же вся экономика обваливалась рубль обваливался и в ситуации чтобы удержать курс центральный банк вбрасывал доллар и таким образом удерживал курс рубля а тут раз у него эту возможность отобрали что сделал центральный банк центральный банк выпустил инструкцию для предприятий которые продают свою продукцию на экспорт это касается нефтегазовых предприятий металлургических компаний и так далее чем суть инструкции он обязал центральный банк что 80 процентов валютных поступлений предприятий обязаны выставлять на торги и таким образом продавать валюту вместо центрального банка то есть фактически роль центрального банка банк передал частным компаниям или даже госгосударственной компании неважно компании обычно продавали только час в часть валютной выручки когда им нужно было заплатить людям заработную плату оплатить какие-то транспортные расходы внутри страны а здесь их принудили 80 процентов продать в мире такого не существует то есть это просто говорила о слабости российского рубля и центральный банк просто тем не менее выпустил такую инструкцию чтобы удержать от обвала российский рубль что же делает у нас в казахстане когда такая сказал что вот государственной компании или компании с государственным участием а также частной компании должны продавать валюту это у нас работало так национальный банк по примеру центрального банка россии не выпустил специальную инструкцию они просто начали все это выстраивать скажем не рыночным путем манипулировать что это значит ну во-первых вас уважаемые друзья лишили возможности снять свои валютные депозиты вы даете заявку там вам через 10 дней что-то дают по 1000 долларов там может быть вы получаете в обменных пунктах валюта вообще пропала вы видели последние несколько недель невозможно было купить валюту ну кроме мелочь когда люди сдавали свою валюту и нужно было тенге а вот свободно валюта невозможно было купить то есть такими искусственными ограничениями они фактически зафиксировали цену повесили табло что курс тенге такой-то и у вам создали иллюзию что тенге там столько стоит 520 или 515 но в реальности люди не могли приобрести доллары вот собственно до последнего момента вот такая ситуация была она тоже сейчас не сильно изменилась затем курс национальный банк сделал специального рода ограничение когда компании не могли покупать свободно валюту а просто у них спрашивали а для чего ты покупаешь каких целях национальный банк это вообще не должно интересовать бирже в мире торгуется свободно кто-то выставил кто-то купил и формируется цена на вот такого рода торговли спрос предложение спрос предложения никто не может регулировать и не может вмешаться в этот процесс а в реальности что получилось национальный банк фактически ограничил покупку валюты среди для компаний среди через банков первое второе фактически вам не продавали доллары вы не знали какая рыночная стоимость тенге то есть они зажали весь рынок административно и потом начали методично усиливать курс тенге именно за счет других компаний то есть принудили предприятие сырьевого сектора которые экспортируют за пределы казахстана металлы нефть ну и какую-то там еще продукцию которую они за которые они получали доллары они получают валютную выручку их просто часть или какую-то основную часть 50 процентов буквально на телефоне говорят у тебя сколько поступило денег 10 миллионов долларов от экспорта 5 на биржу выставить компания говорит мне деньги не нужны мне доллары нужны не волнует продай и таким образом пользуясь административным рычагом фактически эти частные компании государственные принуждает продать доллары чтобы искусственно нарисовать курс тенге доллару и таким образом искусственно формирует забрасывает доллары на рынок компании все эти несут реально издержки какие-то убытки их принуждают а и официально формирует курс тенге к доллару тот который для себя решил национальный банк установить и специально двигает его вниз я хочу сказать что нынешнее правительство токаева очень внимательно следит за моими выступлениями и здесь фактически они реагируют на мои комментарии чтобы понимали я говорю что тенге обвалится и объясняю почему обвалится я сейчас еще добавлю разъяснение и национальный банк по команде сверху начинает делать обратную операцию то есть находят компании экспортеров но они назарбаевский на самом деле нефтяные предприятия металлургические руководство эти компании принуждает чтобы они больше долларов продали на биржу и кажется что национальный банк сохраняет свои резервы вроде как бы он ни при чем он не участвует в этой интервенции но вместо национального банка начинает играть эти компании подконтрольные этой власти чтобы вы понимать их принуждает продавать на бирже вот таким образом искусственно формируется курс то есть реагируя на мои комментарии на пытаясь сказать что вот облязов так сказал не верьте все будет наоборот но я хочу вам сразу сказать что это невозможно долго поддерживать то есть они искусственно подрывает рыночные отношения искусственно создают ряд других глубоких экономических проблем в нашей стране я сейчас вам откомментирую какие я хотел бы еще раз вам сказать что вы можете я могу в ближайшее время еще раз выступить выставить подтверждением как такая собственно сама власть реагирует на мои комментарии вот частности с моей стороны было озвучено требование сторону такая во чтобы он изложил свою позицию по правке нашей армии в украину ну и тенгри ньюс выставляет мой пост фамилию не показывает и министерство обороны комментирует что нет нет что вы нам никто указание давал при этом не показывает на какой запрос они реагируют ну или на прошлой неделе министр энергетики когда заявил что якобы авария которая произошла в новороссийске и фактически 80 процентов экспорта нашей нефти теряет возможность отгрузки он сказал никаких проблем для бюджета страны не будет ну конечно же я сразу вышел с постом и заявлением что министр энергетики акчелаков лжет и привел простые аргументы что если 80 процентов нефти экспорта идет по трубе ктк так называемый каспийский трубопроводную консорцию и представители этого ктк заявили что в течение двух месяцев они теряют возможность отгружать нефть это в месяц 4.4 десятых миллиона тонн если даже умножить это все на текущие цены получается что казахстан ежемесячно не будет получать порядка около трех с половиной миллиардов долларов сша ну раз он не будет получать казахстан эту валюту значит не будет возможность эту валюту часть вбрасывать на биржу а спрос на валюту будет это приведет к девальвации тенге ослаблению тенге во первых во вторых очевидно что если наши нефтяные предприятия не могут отправить на экспорт свою нефть тогда они должны забить скважины приостановить работу у них не будет вот этих денег они не смогут оплачивать работу подрядчиков тогда наступает цепная реакция нефтяные предприятия должны отправить в отпуск без содержания прекратить платить подрядчикам ну вот сейчас эксперты говорят что в результате вот этой аварии в новороссийске где-то около 40 тысяч нефтяников потеряет работу на самом деле реальность хуже уважаемые друзья работу потеряет больше потому что они считают только прямо нефтяников да а там же цепная реакция подрядчики производства электроэнергии дорожные работы поставка продовольствия то есть там цепная реакция начинается теряет работу большее количество людей раз теряет работу они значит не могут оплачивать налоги если нефтяники не отгружает нет по этой цене они не платят налог на прибыль они не платят вообще ничего даже расходы по транспорту не оплачивают потому что нет не грузится его собственная когда эти аргументы придем министр энергетики буквально через несколько часов среагировал именно отвечая на на мой пост я вот собственно всегда буду приводить сейчас что вы понимали как внимательно реагирует эта власть на мои заявления комментарии все прочее это вы должны обратить внимание потому что скажем в области экономики к сожалению нет никого кто бы мог оппонировать этому режиму показывать где они лгут что они не делают и в этой связи фактически получается они реагируют на мои комментарии и вот в данном случае что вы понимали нынешний курс тенге его усиление тенге в частности связано в первую очередь не с экономическими причинами а именно с политическими потому что эта власть хочет сказать что облязов якобы ошибается не верьте ему ну давайте мы разберемся почему друг тенге должно крепнуть они ослабляться вот представьте себе что у нас нефтяники экспортеры не могут теперь уже производить нефть и отгружать его на экспорт как я сказал это порядка трех с половиной миллиардов долларов в месяц то есть фактически на рынок не будет поступать валюта который стабилизирует тенге но если вы ипанализируете объем продаж сделок суммарно в месяц долларов да где-то зависимости от политика ситуации период ковида было меньше когда нормально обычная скажем без кризисов ситуации приблизительно я грубо скажу 5-6 миллиардов долларов в месяц продается на торгах на бирже минимум это я вот грубо говорю опять в разное время по-разному ну в среднем вот представьте себе что если нефтяники они основные поставщики валюты минимум три с половиной миллиардов долларов выпадает из этого процесса то есть из пяти шести миллиардов запроса три с половиной миллиард пропадает а спрос на пять шесть миллиардов получается три с половиной выпадает долларов становится меньше к чему это приводит как правило значит тенге ослабнет сразу спрос на 6 миллиардов а его будет предлагать на торгах полтора миллиарда максимум очевидно что для того чтобы эту дурку покрыть национальный банк должен бросить доллары или заставить принудить других экспортеров а каких у нефтяников все они пока нефть не будет отгружаться у них валюты вот такой вот не будет значит нужно напрячь других экспортеров металлругов ну металлруги продают их объем экспортные выручки у них меньше ну грубо я вам скажу где-то чуть более миллиарда около от миллиарда до полутора долларов в месяц то есть фактически они не спасут ситуацию спрос на 5 6 миллиардов нефтяников нет дефицит несколько миллиардов долларов все то есть к чему я это показываю доллара они не возьмутся откуда-либо или это экспортеры эти доллары обеспечивают торги как сейчас пытается сделать национальный банк принуждая этих экспортеров чтобы они продавали валюту или сам национальный банк все значит сейчас ситуация резко ухудшилось долларов мало это значит что все факторы говорят о том что стоимость тенге должна резко упасть тенге должно обвалиться и если это не происходит это значит только за счет административного ресурса значит национальный банк будет сжигать свои резервы чтобы удержать курс тенге вот и все очень просто понимаете когда мне задают вопрос как долго они смогут продержаться именно так сжигать валюту ну по моим оценкам это может быть месяц это вряд ли это вряд ли поэтому уважаем друзья у кого есть доллары не паникуйте не продавайте сидите в эти в этих долларах тенге неизбежно будет слабеть неизбежно и когда у меня спрашивают вот каким образом все это делалось я вам сейчас пояснил только административным воздействием только административным воздействием больше не как за счет оголение этих экспортеров сейчас возможность теперь у них хотя резко сузились плюс сжигание денег национального банка который больше чем течение одного месяца не сможет в эти игры играть все ребята вот такая ситуация вы можете конечно не поверить бежать сегодня сдавать доллар кстати говоря вы этим помогаете режиму чем помогаете вы просто создаете помогать создавать иллюзию что вот они доллары в обменниках есть но я из алматы из многих дорогих грудных других городов получаю сообщение что они не могут купить то есть табличка есть а купить нельзя или можно купить только у мелких владельцев которые сейчас понадобились тенге поэтому если у вас есть какое-то количество долларов вы продали квартиру и ждете хотите что-то приобрести или свои сбережения перевели в доллары спокойно сидите и ждите не участвуйте в этом хаосе в этой панике продайте только то количество валюты которые вам необходимо для поддержания текущей вашей жизнедеятельности и так давайте дальше следующий вопрос вы предсказали что рубль будет падать и за собой потащить тенге а сегодня доллар стоит 84 рубля как вы это прокомментируете уважаемые друзья россии все смеются над путиным чтобы вы знали потому что он сказал вот я требую чтобы газ продавался вот за рубли вообще покупателям все равно они придут на биржу купят эти рубли что называется отдадут те же самые деньги и вот это такой помпой что он преподнес это вызывал только смех у тех кто чуть-чуть разбирается в экономике ну и даже сейчас его опозорили страны все ведущие страны европы они публично объявили что они не будут покупать за рубли газ не будут и все потому что контрактах написано евро за рубли они будут покупать потому что они таким образом считает что путин пытается избежать тех санкций которые против при него по него применила европа и америка то есть он опозорился и если вдруг с 1 апреля россия друг закроет задвижку газ не будет поставлять так она расстреляет сама себя запасов у европы как минимум для осени есть за это время они поработают найдут другие возможности но и более того за это время просто газовой компании газпром будет испытывать гигантские проблемы потому что она не просто не получит валюту которая ей нужна не чем будет платить заработную плату ремонтные работы оплачивать но покупать какие-то новые насосы и так далее поэтому если путин вдруг это сделать если он совсем с ума зашел то он сам себя расстреляет европейцы сказали нет я для чего вам это все говорю что вы понимали сейчас во власти в россии просто сумасшедший человек и это уже весь мир видит и тот курс рубля который вы видите это просто он табличку повесил написал вот 84 ну во первых частные лица чтобы купить доллары в обменнике они должны заплатить еще комиссии 12 процентов сверху прибавлять и 12 процентов во вторых нету в обменниках россии доллар их купить невозможно как мне мои знакомые говорят что это еще нужно постараться чтобы купить сверх объявленных цен на 30-40 процентов дороже это нужно еще постараться то есть попробуй если условно объявляет курс 84 попробуй купить за 120-130 замучаешься это просто табличка создание иллюзии что вот рыночный курс такой-то на самом деле этого курса нет вот и все это показуха поэтому значит если говорить о том что рубль за собой потащил тенге это по факту есть в россии сейчас произошел стремительный рост цен на многие товары включая даже на то что сама россия производит россии например самодостаточное производстве сахара но цены на сахар в россии выросли на 50 процентов казалось бы почему еще более того просто уже дефицит дефицит продукты которые как россия заявляет мы производим сами достаточном объеме но и представьте что происходит по другим товарам которые они импортировали рост цен идет стремительный полки расчищаются товары запасы максимум на два месяца и ближайший месяц-два будет стремительный рост на разные товары ну и плюс есть проблемы с транспортировкой различных грузов и товаров я хочу вам сказать что даже независимо от того что вдруг санкции снимутся против россии а это невозможно ближайшие во всяком случае обозримое будущее они в этом году потеряет половина своих покупателей газа то есть 54 миллиарда где-то выручка по газу у российского газпрома в два раза в этот объем до конца года уменьшится они будут два раза меньше продавать газа минимум 25-30 процентов будет меньше продажи нефти а в следующем году два раза уменьшится объем продажи нефти и все это уже де-факто идиюра происходит мировые компании страны уже не будут покупать у россии соответственно у них валютная выручка который формирует курс рубля уменьшится минимум два раза значит рубль будет девальвироваться стремительно и вот то что он табличку рисует и вам создает иллюзию что вот он крутой он дурачок я вам так откровенно скажу абсолютно несмыслящие в экономике более того в россии огромное количество хороших специалистов я просто вам как финансист говорю как экономист шикарные есть специалисты в области финансов экономики так далее он просто их не слышит это самодур сошедший с ума это все приведет к обвалу российской экономики все эксперты включая российские говорят что экономика за один год сократится в два раза то есть из числа 11 ведущих стран мира по объему экономики не по качеству по размеру занимающий 11 место россии она уедет далеко за 20 вот представьте себе что такое россии ну и конечно же ослабление рубля автоматически приведет к падению курса стоимости тенге автоматически не смотрите на эти таблички смотрите на то что происходит в магазинах магазинах что происходит вы знаете техника различные подорожала продовольствие другие товары дорожает вот вам показывают реальную стоимость вот вам показывает что вот это удорожание если они даже его там таблички рисуют курс тенге пишет и рубля такой-то а реальность такова что вы видите удешевление тенге через рост стоимости товаров вот объективная реальность поэтому не верьте всем этим заявлением национального банка что вот тенге укрепляется там не верьте табличкам путина обвал обвал экономики и с каждым месяцем это будет нарастать к сожалению но у меня здесь спрашивает что вроде как бы курс тенге укрепляется товары дорожает почему это происходит что будет ценами дальше штрафует некоторых продавцов которые продают по мнению правительства выше якобы установлен 15 процентной розничной маржи ну чтобы понимали что товары на самом деле будут дорожать и не только связи с тем что ослабление национальной валюты будет происходить нет не только в этом деле не только в этом причина я все время говорю что уважаем друзья необходимо внимательно смотреть за процессами которые происходят в мире и в экономике и политической сфере у нас немало людей ну зачем ты там вот и назарбаева долбил теперь за путина взялся вот и так далее да это очень скажем недальновидное видение непонимание что тенге не формируется на основании ваших знаний что происходит на улице или пределах ваш аула или пределах города или пределах нашей страны мы часть этого мира мы свою продукцию которую можем сырьевую продаем на экспорт за доллары мы субъекты глобального мирового рынка и поэтому если мы не будем знать что происходит в мире мы значит не можем дать объяснение что у нас произойдет или происходит стране мы завтра можем таким образом как страна или как частное физическое лицо просто разориться а мы сейчас должны понимать если мы это понимаем что же происходит какие процессы глобально влияет на жизнь в нашей стране к сожалению я хочу констатировать что вот вы ваша нынешняя не очень хорошая жизнь она будет еще более ухудшаться с каждым днем все хуже и хуже будет становиться и главная причина это недееспособный этот режим полная и потенция это воры во власти это преемниками султана назарбаева который сейчас скреплены взаимоотношением с путиным и при такой политической власти при таком режиме никаких изменений в жизни вашей не будет чтобы вы понимали изменение областей рек городов улиц пожалуйста всякие памятники пожалуйста ну стихи и песни в честь например токаева пожалуйста всякие договора вечной дружбы с соседями там раздачи орденов пожалуйста но жизнь ваша от этого будет только ухудшаться и ухудшаться и ухудшаться причина в том что это антинародный режим во главе стоит сейчас убийца преступник который в январе дал поручение расстрелять свой народ а вы знаете если в любом деле стоит преступник бандит неквалифицирован человек там успеха ждать нельзя я даже не буду какие-то сложные политические вещи рассказывать но вот этих простых признаков достаточно чтобы понимать что ваша жизнь будет только ухудшаться и вот смотрите что на самом деле сейчас влияет на нашу страну война в украине эта война влияет глобально на весь мир например россия и украина они контролируют 30 процентов мирового рынка зерна ну с учетом казахстана наверное будет 35 ну вот возьмем украину и россии 30 процентов зерна и это зерно покупали 50 странах мира и больше вот важно было что 15 африканских государств после того как началась война украинцы потеряли возможность экспортировать свое зерно через порты потому что в черном море россия заблокировала все корабли соответственно на мировой рынок резко уменьшился объем поступаемого зерна более того сама россия запретила до конца августа экспортировать то самое зерно которое они ранее торговали на мировых рынках к чему это привело к резкому росту цен на продовольственное зерно сначала на 30 процентов где-то сейчас по моему где-то приблизительно 50 процентов то есть цены на зерно если вырастают они автоматом вырастут и у нас казахстане соответственно стоимость муки вырастет и значит все изделия из муки макароны хлеб и так далее ближайшем будущем можете ожидать что цены вырастут и невозможно административными способами сидеть каждый магазин каждый ларек контролировать принуждать их торговать по фиксированной цене в рынке это не делается сейчас вот нынешние правительства да и прошлое я сижу и смеюсь сидит премьер-министр с акимами и каждый киоск там магазин вот в этом магазине такая цена в этом такая это вообще смешно чтобы понимали никогда премьер-министр не на законном уровне ни на каком уровне вообще в принципе не может вмешиваться в деятельность хозяйств субъектов не может вмешиваться цена формируется товара за счет конкуренции когда много поставщиков начинает поставлять на рынок тот или и товар между ними начинается конкуренция они все начинают ронять цену и так формируется максимально низкая цена если товара мало цена растет вверх никакие постановления правительства не могут этому помешать никакие правительство что должно сделать добиваться чтобы этого товара было как можно больше за счет конкурентной деятельности разных предпринимателей а у нас разные монополии и эти монополии задирают цену монополии они все в основном имеющий прямое отношение к этой власти но я хочу сразу сказать что когда премьер-министр говорит установлены цены не имеет права поднимать на 15 процентов более это бесполезно ну во первых это незаконно наши законы запрещает любого рода такие постановления и удивительно что генеральная прокуратура не поднимает нормы закона и не говорит что здесь прямое нарушение закона запрещает наше законодательство регулировать таким образом только в результате конкуренции цены можно контролировать на услуги крупных монополистов железной дороги коммунальные услуги которые вам оказывают услуги по подаче тепла или энергии но когда именно существует монополии и когда правительство начинает ссылаться на некое постановление где существует ограничение 15 процентов это к чему приводит любое административное вмешательство в деятельность формирование цены товара приводит тому что товар начинает исчезать вот как доллары исчезли мы не могли купить почему потому что они административно регулировали стоимость тенге относительно доллара вот это законы рынка поэтому на самом деле товары при таком подходе будут только дорожать во первых но и вы видите война как воздействует то есть я вам показал почему цены на зерно растут ну и потом например россия являлась он достаточно крупным поставщиком удобрений доля приблизительно 20 процентов на беру в рынке теперь ну вот эти санкции повлияет что это удобрение будет меньше поставляться потому что мировой рынок отказывается покупать товары в россии запрещает импорт из россии это приводит тому что опять цена на удобрение вырастет соответственно другие составляющие которые связаны с производством удобрений тоже вырастут кормовая база вырастет все вырастет и соответственно сейчас наблюдается что цены будут расти на многие товары чтобы вы понимали как это формируется поэтому вы должны знать война в украине которая развязала россия развязал путин напрямую влияет на вашу жизнь и когда наши некое граждане поддерживать путина вы должны знать вы поддерживаете свою плохую жизнь и не только свою всей страны всей страны и всей планеты и вот цена вашей необразованности цена того что вы поддаетесь зомбированию я все это сейчас рассказываю что вы понимали что мы часть глобального мира и наш сосед развязал кровавую бойню и нет никакого оправдания убийству людей никакого запугивание говорит что вот украина вступает над это все ерунда это имперские устремление путина который фактически сейчас приводит дестабилизации по всем промышленным и продуктовым товаром который существует в мире дестабилизации цены на газ вырастают раз цены на газ вырастает вырастает цены на электроэнергию потому что очень много станций в мире и в европе работает на газе производит электроэнергию значит электроэнергия вырастает стоимость электроэнергии вырастает значит все товары начинают расти и вы вчера если покупали какие-то товары импортные за рубежа можете не удивляться почему их цена выросла то есть вот собственно война повлияла на вашу жизнь и вот у меня спрашивают что будет дальше ну я наверное сейчас отвечу на какие-то короткие вопросы связаны с валютой а потом я поясню на самом деле что ждет нас всех ждет россии ждет казахстан ну вот такой вопрос мы получаем зарплату в тенге покупаем товары за тенге нам все равно причем здесь доллары вообще нас не интересует уважаем друзья я вам сейчас приводил примеры что импорт разных товаров а мы импортируем практически все телефону телефоны а если курс тенге обваливается значит вам завтра когда вы пойдете покупать телефон обойдется вам дороже более того связи с тем что цена газа в мире вырастает то получается эти энергии дороже а если энергии дороже значит любой товар который вы приобретаете казахстане но импортные неважно моющие средства перчатки одежду телефон и все прочее все в тенге вам станет дороже поэтому прямая зависимость даже если вы не получаете зарплату в долларах или не имеете доходов долларов не имеете скажем какие-то дополнительные сбережения в долларах это никак не влияет на главное цены вырастут именно в тенге понимаете поэтому вы должны знать что это очень сильно влияет на вашу жизнь дальше такой важный вопрос мировые компании ушли из россии и правительство казахстана их пригласили чтобы они открыли аналогичные производства в нашей стране и вопрос почему они к нам не придут или придут ли они вообще нашу страну ну во первых вы чтобы вы понимали в нашей стране живет около 19 миллионов человек и заработной платы наши граждан очень низкая хотя официально звучит на уровне 500 долларов это где-то 250 тысяч тенге вы прекрасно понимаете что основная часть населения 80 процентов населения получает зарплату ниже 100 тысяч тенге это приблизительно ну там 200 долларов это вообще это ничтожная заработная плата и то есть очень низкая покупательная способность основной части населения ну вот появятся крупные гиганты производители которые торговали например автомашинами toyota и немецкие машины производили в россии ну что они могут какое количество они могут продать в нашу страну нужно им организовывать заводы по 50 тысяч машин 100 тысяч чтобы такое количество можно было продать а они не продадут по этим ценам потому что покупательная способность нашего населения низкая в россии живет более 100 150 миллионов человек где-то 145 это данные официальные плюс минимум 10 миллионов человек это приезжие которые зарабатывают в россии более 155 миллионов человек плюс рядом рынке у них объем экспорта больше ну в раза в 12 моем коэффициент если посмотреть относительно казахстана то есть там количество покупателей ну считаете что в 10 раз больше таких хороших покупателей чем в казахстане у них уровень зарплаты привезет такой же как у нас но зато население больше значит этим крупным предприятием выгодно организовывать производство в россии потому что там количество абсолютное количество людей способных купить их товары больше чем казахстане именно поэтому вы не видите икея например казахстане ну макдональдс только вот появился недавно вы не видите крупнейшие производители типа toyota и так далее потому что рынок маленький когда наши люди будут получать в среднем минимум тысячу долларов тогда да вы увидите эти крупных производителей которые придут в нашу страну ну и потом ну как они могут прийти в казахстан зная что казахстан член евразес партнер россии это что значит это значит что когда санкции идут против россии а казахстан будет помогать россии уходить от санкций что он сейчас делает то безусловно санкции на стенки казахстана тогда что получится что эти крупные компании которые производили аналогичный товар в россии они тоже попадают по санкции поэтому пока мы находимся в евразес крупные компании которых сейчас зазывает наше правительство или токаев они к нам не придут они к нам не придут пока мы будем нищими и не будем самостоятельно распоряжаться реально национальным богатствами страны пока это политическая верхушка будет продолжать присваивать эти богатства себе держат все население нищими они к нам не придут пока мы будем находиться в евразийском сообществе в дкб они к нам не придут потому что в любой день наша страна может стать участником военных действий в украине вы же знаете как это произошло в январе раз и появились войска путина в нашей стране мы не формируем самостоятельную независимую внешнюю политику внутреннюю и так далее поэтому до тех пор пока это не произойдет крупные компании в нашу страну не придут в россию они приходили только потому что там население больше емкость рынка больше поэтому эти компании к нам не придут вот вопрос следующий сейчас много бизнеса из россии приезжает казахстан это плохо или хорошо для казахстана уважаем друзья но представьте себе что если какие-то российские бизнесмены приедут к нам страну создадут компании и начнут заниматься производством тех товаров которые мы не производим ну что они сделают они сформируют рабочие места примут на работу именно граждан казахстана потому что вести из россии это дорого им нужно жилье купить ну и так далее масса всяких все семьи их должны переехать это дорого понятно что если какой-то российский бизнесмен появится в нашей стране и будет формировать производство тех или иных товаров которые наша страна не производит это благо но если это российская компания будет работать только для того чтобы использовать казахстан для обхода санкций например они будут покупать импортные товары за рубежом поставлять в казахстан вы знаете они сейчас хотят принять решение убрать чтобы найти детках по товару чтобы убрать там написаны тексты на казахском языке для чего это делается для того чтобы импортировать и потом перепродавать в россию и таким образом трудно будет определить что этот товар фактически контрабандным путем попала территории россии то есть казахстан как бы помогает за счет этих схем уйти от санкции тогда это плохо чем это закончится потому что это российская компания или наши даже граждане казахстана помогут сформировать такой бизнес для того чтобы обходить санкции вы знаете вчера и вот в эти дни было объявлено что америка и европа будут жестоко преследовать компании юридические лица физические лица страны китай получил предостережение если тайная страна будет помогать избегать санкции россии то вторичные санкции будут наложены на страну на физические лица ну и какие у нас будут последствия тогда ладно если они наложат санкции на этих людей которые организовали на самом деле санкции будут на страну то есть будут санкции по банковскому сектору банки в виде все эти сделки помогаем фактически опять же попадает под вторичные санкции потому что тогда в этом случае будет запрет на операции с иностранной валютой и наши банки все вот как вот сейчас сбер россии вы же видите он ничего не может сделать лежит банк читайте наш финансовая сфера упадет но представьте себе что если будет принято решение о запрете покупки нашей нефти миллионы людей останутся без работы наша экономика половина доходов бюджета страны формируется за счет нефтегазового сектора этих доходов не будет значит нужно в два раза минимум сократить расходы на оборону на здравоохранение на образование не будет вот этих средней школы даже мы не состоянии будем профинансировать анонсировать чтобы было бесплатно и миллионы людей потеряет работу вы понимаете да какая угроза поэтому когда если российский бизнесмен придет осуществлять такие импортные операции на нашей территории он нам нанесет непоправимый ущерб чтобы понимали вот если это только для деятельности произвести товар который мы не производим это одно это положительное если это экспорта импорт набирать операция для помощи россии это будет очень плохо ну и далее мы должны понимать мне задавали вопрос как долго это продлится как я сказал до тех пор пока мы не сменим эту воровскую политическую систему ситуация будет только ухудшаться дело в том что даже россии сейчас вот сегодня прошли переговоры якобы они будут договариваться с украиной вот собственно они ждут решение путина это никак не поможет россии чтобы у них выправилась экономика все эти иностранные компании крупнейшие в мире которые покинули рынок они все не вернутся нефть в россии течение этого и следующего года объем продаж увеличится в два раза газ уже в этом году будут в два раза меньше покупать все эти санкции которые существуют какую-то часть даже если снимут принципиально ничего не изменится россии изгой как я говорил недавно президент америки байден заявил что путин не должен оставаться президентом россии что это значит это значит страна номер один ее лидер заявляет что это преступник а байден произнес он сказал что это мясник что это убийца и вы понимаете когда из уст президента страны самый крутой самый ведущий обладающий самым мощным военным и экономическим потенциалом когда звучат такие фразы это не просто мнение вдогонку значит госдеп начал говорить это он просто сказал в сердцах эмоционально и так далее и байден тоже сказал что он свою позицию не меняет оценку не меняет но имейте ввиду это сказал президент соединенных штатов америки это политика все его слова на посту президент это не просто слова какого-то отдельного человека это человек который руководит самой крупной страной в мире обладающие самыми большими возможностями как военными так экономическими и такую позицию занимать и евросоюз что это значит это значит что нынешнего маньяка который запугивал мир ядерной бомбой они будут разными способами уничтожать сначала они вот эти все санкции будут удушать россию чтобы граждане россии конце концов через свой пустой холодильник осознали что этот маньяк он угроза не только всему миру но он являет подрывает благополучие граждан россии это первое а значит речь будет идти так до тех пор пока путину власти в россии будет плохо а он будет сопротивляться и ну понятно что если две ведущие экономики мира как европа и америка заявляет что они считают его мясником и убийцей что они будут оказывать всемирную военную экономическую помощь украине это значит что как сказал премьер-министр джонсон до тех пор пока они не уничтожит российскую экономику они не успокоятся что значит уничтожит у них нет сама целью уничтожить российскую экономику они хотят уничтожить путина и уничтожит ту политику который проводит путина она опасная и даже если какое-то будет временное перемирие за этот период времени эти ведущие страны мира будут методично заниматься разоружением россии ядерное оружие у россии будет конфисковано этот лидер так называемый маньяк путин он сядет в тюрьму я знаю в нашей стране немало у него поклонников независимо от национальности они обработаны так называемые ватники вам надо осознать и проснуться и понять крупнейшие экономики мира они раздавят путина и это приведет тому что произойдет смена политического строя а затем произойдет и у нас но у нас произойдет только тогда когда мы будем прилагать усилия само по себе сами по себе эти перемены не произойдут еще раз я хочу в этой связи сказать что нам нужно сделать нам нужен механизм демонтажа этой политической системы что значит демонтаж это нам нужно найти механизм объединения потому что эта власть нам не дает возможность открыто заниматься политической деятельностью сразу задерживать штрафу и сажать тюрьму и механизм 1 тайна собираться в ячейки по 25 человек выходить на штаб и мы таким образом создадим тысячи ячеек и организуем по стране десятки тысяч активных людей которые в определенное время выйдут на митинги и снесут режим первое мы подготовим этих ячейках людей мы организуем команду которые будут в состоянии перехватить власть на всех уровнях аким городов областей поселков правительстве мы в состоянии это сделать мы организуем временное правительство проведем выборы честные и тогда в классе придут ваши представители только так мы можем добиться перемен сейчас пока идет вот война с украиной вы наверно убедились какие разрушительны по своей силе санкции уважаемые друзья я еще раз обращаюсь к вам и говорю фонд открытый диалог собирает средства 2 миллиона евро если буквально миллион человек переведет по тысячу тенге вот вот вам и все тысячи тенге это немного эти деньги будут собраны и удары виде санкций посыпятся на эту политическую верхушку вы видели как абрамович его все его активы арестованы по всему миру вы видели как миллиардер российский фридман говорил что у меня нечем заплатить мои деньги все арестованы вы хотите увидеть чтобы также говорили дорога назарбаева другие какие-то люди причастны к ограблению нашей страны если вы хотите мы ждем от вас помощи мы ждем от вас активности в организации в создании ячеек у нас только такие граждане которые обмануты этой пропагандой у нас других граждан нет уважаемые друзья поэтому мы все должны заниматься агитацией мы никого не сможем депортировать потому что это наши граждане мы должны убеждать необходимо финансировать информационный канал 1612 вот таким образом через ячейки через объединение затем активные действия на митингах мы сменим режим и тогда действительно будут перемены мы выйдем из о дкб из евразийского союза мы спормируем народные правительства реальный народный парламент нынешний мы распустим партии выгоним такаев назарбаев все будут арестованы меня все время спрашивает что будет с ними я каждый раз течение пяти лет уже повторяю мы их всех арестуем и построим другую страну алга казахстан